Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши долгожданные слушатели. Мы сегодня готовы для вас представить наш второй фестиваль под названием Йоврика-фест, который придумали мы с Петром Талалаем. Придумали мы его еще несколько лет назад. Петр придумал это как идею создать сайт, на котором будут всякие разные мини-сайты с его коллективами, где он играет, с разными другими ребятами, где он играет. А я ему... А, и он тогда сказал, что окей, и вот там мы сделаем сайт нашего ансамбля «Придум». Я ему сказала, кому будет интересно зайти на какой-то огромный сайт и тыкать, искать, где там ансамбль «Придум». И, как ни странно, это название Йоврика, оно по какой-то причине вывелось в фестиваль Йоврика-фест. Сейчас довольно стало модным организовывать совместные выступления различных музыкантов, иногда даже совсем не зачитающихся по музыке, но, возможно, близких по духу. Для того, чтобы возобновить творческое музыкальное общение, ну и, естественно, привлечь людей в клуб, потому что сейчас тоже, как выясняется, что на многих наших музыкантов, играющих очень хорошую музыку и хорошую идею, и музыка вполне могла бы быть массовой, но, к сожалению, очень мало приходит народа. И мы, посоветовавшись с нашим другом Арайком, второй раз уже организовываем данное совместное выступление, впоследствии мы планируем сделать два-три коллектива. И это сегодня у нас, можно сказать, тоже почти три коллективщика выступает. И получился наш первый Йоврика-фест, где мы позвали к нам друзья группу 7-8, великолепный состав. А на второй Йоврика-фест мы долго выбирали, с кем бы нам сыграть. Нам прислали трое музыкантов по совету Арайка участие, изъявили желание поучаствовать. Мы слушали, нам на самом деле понравились все музыканты, потому что каждому ансамблю есть что сказать. И плюс у нас, кроме тех, кто к нам прислали данные, есть еще несколько музыкантов, с которыми мы хотели сыграть. Но в один сегодняшний день не получилось вместить желающих. И мы позвали к нам сегодня в друзья группу Эшел. Это таинственная певица с таинственным названием, но с потрясающим голосом, с потрясающей музыкой. И я бы даже сказала, с потрясающим состоянием, которое эта музыка дает, когда ты ее слушаешь. И это действительно музыка, которая тебя погружает в такой драйво-ритмический транс. И при этом она полна этнических и народных интонаций. Исполняется музыка на разных языках. Музыка и авторская, и, наверное, не только авторская, да? В основном авторская. Вот, в основном авторская. В общем, Петя сейчас тоже скажет несколько слов. Эшел. Эшел – это не я. Хотя бы заметить, меня зовут Петр Калалай, это Наталья Блинова. Вот, и очень хорошо, что мы здесь с вами сегодня собрались. И очень хорошо, что здесь именно те люди, которые нам были нужны. На хорошей музыке не должно быть слишком много народу никогда. Хорошая музыка не должна быть понятна всем. Или нет? Музыка должна быть понятна всем. Но не обязательно заставлять всех ее понимать. Хорошая музыка, она чувствуется. Вот она чувствуется. Те люди, кто хочет посещать живые концерты, они с удовольствием в нее приходят. Здесь есть некоторые люди, которые посещают практически каждый концерт. Между прочим, появился Александр Никитин. Это именно один из тех людей, которые поддержали мою идею о том, чтобы делать такие вот совместные концерты. Вот он, может быть, даже выйдет. Он очень скромный человек, он кланится за столбом, чтобы его не джазовые журналисты и директора одного из наших музыкантов. Вот, тем не менее, пора прекращать разговаривать и начинать слушать прекрасный состав певицы Эшо. И они скажут за себя сами. Я могу зачитать, несмотря на то, что это такая сплоченная группа, я могу зачитать их имена и фамилии. Иван Мартынов, Анатолий Воробьев, Слава Кузнецов, Марина Вемяхина. Хотя она, возможно, не стоит именно для один из музыкантов. Руслан Кунашевицкий, что самое главное, это прекрасный звукорежиссер, который сейчас порадует, который поспособствует тому, что звук будет... Звуком просто может вас снести, так что держитесь за свои места. И, конечно же, певица Эшо. Спасибо. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Следующий трек «Молитва» тоже на очень старинном языке, даже не буду называть в каком-то, потому что даже сама уже не соображена в каком-то языке. Очень душевный, но очень такое плачущий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И в том, что мы сегодня выступаем для вас абсолютно, почти абсолютно бесплатно. И у меня есть один очень хороший знакомый, американский музыкант, который устраивает 10-минутную лекцию в середине концерта, почему так важно поддерживать независимых музыкантов. Но я не буду это делать, я просто скажу, что каждому, кому покажется, что наша музыка это чуть больше, чем был просто фон или приятная амбиотка для вседневного прослушивания, тем не менее, к каждому будет определенный сюрприз на выходе. Вы об этом узнаете, если окажетесь достаточно щедроем, может быть. Если говорить о нашей группе, мы существуем довольно давно и всегда довольно мало играли, просто потому что мы хотим делать что-то, что не вписывается в обычные рамки. Поэтому нет в Москве клубов, практически нет, где мы могли бы собрать аудиторию, нацеленную на тот или иной стиль. И в рамке Георика Феста это как раз вписывается идеально, потому что когда ты объединяешь разные стили, а у нас, как мне кажется, джаз и минимализм, и с другой стороны электроника. Вот примерно такой диаболон стили. Как раз именно здесь вы можете услышать такую музыку, и вы ее, я вас уверяю, редко и мало где услышите. И, наверное, это приятный факт. Сейчас вот прямо на сцене это приятный факт, потому что вы не знаете, что мы будем играть, мы зато это знаем довольно хорошо. И мы вас сейчас, надеюсь, этим порадуем. Я хочу чуть позже сказать, наверное, после... Да, немаловажный факт, мы будем играть нашу программу практически без перерывов между пьесами. Если будут перерывы, то они не будут заполнены речью, а просто будут небольшие паузы. Можете аплодировать в любом месте, когда захотите, или не аплодировать, если вам не понравится. Это абсолютно ваш выбор. Мы будем рады в любом случае. Так что не удивляйтесь, сейчас будет примерно час-двадцать минут музыки. Вот у меня есть список пьес, но названий вам, конечно, мало что скажут. Я могу сказать, что здесь будет много авторской музыки Натальи Блиновой. Это наш руководитель, композитор и вокалист. Здесь будут джазовые стандарты. Здесь будут каверы, которые вы, скорее всего, узнаете на известные песни, наверное, из рок-музыки, из... трип-хопа будет одна пьеса. И будет одна пьеса Dark Ember. В общем, если вы не знаете, что это, это не так важно все равно, то просто можно послушать. Будет немножко фри-джазом. И... Хватит мне говорить, начинаем играть. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . 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 У меня есть свой микрофончик. Друзья, большое вам спасибо. Вы лучшая публика на свете. Друзья, очень приятно для вас играть. Я получил громадное удовольствие сегодня. Надеюсь, что вы тоже. Если у вас будет желание, дело в том, что мы не так часто выступаем, но хотим делать это чаще, именно как состав. Нам очень нужна ваша помощь. На выходе лежат такие странные карточки. Если кому-то из вас будет интересно, что мы будем делать дальше, то вы можете записать свой e-mail, почтовый адрес, электронную эту карточку и оставить ее там же. Там есть ручка. Все очень удобно. И тогда мы... Я научусь и буду делать раз в месяц очень интересное письмо. Друзья, спама, спама. По поводу того, где и с кем и что мы будем играть. Мы, каждый из нас, потому что я хочу не только продвигать самого себя, но помогать нам и друзьям, потому что мы нуждаемся в том, чтобы быть услышанными. Еще раз большое спасибо. Там же есть альбомы. Вы можете еще подписаться с альбомами. Очень интересный альбом нашего состава, который был за 35 лет назад. На нем есть уникальный дизайн. Потому что альбом – это сувенир. И вы сами понимаете, что вы этот же самый альбом можете спокойно послушать на страничке нашего лейбла Fancy Music, совершенно претензающий московский лейбл, который выпускает разную экспериментальную музыку в совершенно разных стилях. Тоже очень-очень в духе Йорика Феста. И также есть альбом, который мы записали с замечательной группой, собранной руководителем этого лейбла Fancy Music Сергеем Красиным. Альбом называется 1604. Это мне о чем не говорит, но там странная, красивая музыка. Там, наверное, играет Денис Чушков, тоже участвует. Еще два уничтожных музыканта. И Алексей Наржаров, как пианист. Он совершенно потрясающий пианист, все вы не знали. И самое главное, почему у нас называется Йорика Феста именно фестиваль, потому что в нем зашифровано слово «Вы». Именно «Вы» и есть наш фестиваль вместе с нами. Без вас нам могли бы играть просто дома, на электронных барабанах. Я иногда занимаюсь и что-нибудь записываю. просто сохранять это все на компьютерах. Но это неинтересно. Как раз интереснее показывать это вам. И если вам это тоже нравится, это было неприятно. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.